Получился напряженный матч, очень интересная игра. Счет ничели 0-0, но мы покажем вам самые интересные моменты этого поединка. Я думаю, что болельщики, ну тоже в недумении, кто же был сегодня сильнее. Первый тайм чуть поинтереснее были спартаковцы. Правда, футболисты ЦСКА нащупали свою игру. В середине много атаковали, могли забить. А во втором тайме, я думаю, вы со мной согласитесь, армейцы выглядели, играли лучше спартаковцев. Они создали больше моментов у ворот Филимонова. Я думаю, что заслужили сегодня победу, но вот так построена эта игра. Все может решить один удар, одно решение арбитра. Ну смотрим. Опасные моменты этого матча. Итак, начало игры, которая осталась за спартаковцами. Дмитрий Оленичев очень активен был в первом тайме. Смотрите эпизод. Спартаковцы атакуют правым флангом острее, интереснее. Здесь они переигрывают Агеева и Хомуху. И моментов было очень много для того, чтобы забить. Смотрите, Дмитрий в два раза бьет поворотом. Один раз попадает в голкипера, а потом кто ему мешал мяч, просто катнуть мимо уже лежащего Кутепова. Смотрите этот эпизод. Но вот уже армейцы завелись, забегали, стали переигрывать спартаковцев в центре поля. Семак бьет, вручает свою команду Филимонов. Семак был одним из самых активных на поле, интереснее всех действовал. Много поворотным бил, имел множество моментов, чтобы поразить ворота. Но и станет главным одним из главных неудачников этого матча Сергей Семак, который сейчас в атаке делает передачу Кулику, а тот бьет в руки Филимонова. А вот уже Спартак в атаке Андрея Тихонов. Его заменили во втором тайме, но в этом эпизоде, посмотрите, прострел острый, прострел Оленичева. И, ну, как-то не почувствовал Сергей Дмитриев, что надо идти на этот прострел Оленичева. Еще одна атака, и снова бьет Дмитриев, и снова попадает в голкипера. Вот такая игра. А во втором тайме был мяч, который оказался за линией ворот спартаковцев после удара все того же Сергея Семака. Мы неоднократно показывали этот момент. Вы все видели, увлекательный матч. Мы с вами прощаемся. Продолжение следует...